друзья привет сейчас хочу показать классную настольную игру но судить вам классно она не классная это игра бродилка интерактивная игра бродилка по тематике крас лего детали виду первый выпуск смотрите запускаем с вами слайд-шоу самого начала и смотрим у нас здесь есть два персонажа который мы можем передвигать по всему игровому полю это благодаря макросам так что ваша презентация должна быть открыта для использования макросов здесь можно писать название команды или назвать писание персонажей а вот эти элементы они отвечают за увеличение или уменьшение баллов то есть если участник выполнил правильное задание ему дополнительный балл если он выполнил там с ошибка ему например баллы читается теперь помимо цифра 1 на всех остальных цифрах наложены гиперссылка когда вы переходите на слайды и выполняете задание также здесь есть три дополнительных ссылочки две из них переносит на сторонний сервис и она на дополнительный слайд это для того чтобы например дополнительный балл можно заработать давайте посмотрим что у нас будет по цифре 2 сначала я вернусь и покажу как у нас кубик запускаться в 10 кубик останавливаем и наш персонаж будет перемещаться на число клеточек которая выпала ну можно сначала попросить чтобы выполнил задание а потом уже смотрите писать таблицу номера деталей которые принадлежат тому или иному виду то есть у нас цифра балка балка эта цифра у нас три и четыре так и пишем кирпичик это у нас будет цифра 1 и 5 и пластина это будет 2 и 6 давайте проверим нажимаем на красную проверку и смотрим что мы молодцы отлично справились задание нам нужно поставить балл а здесь очистить то есть все ответы стерлись возвращаемся на игровое поле и продолжаем также цифра 34 вот они а здесь у меня дополнительный сюрприз здесь у нас перекидывает на сторонний сервис learning apps где мы можем выполнять интерактивное задание размещаем далее возвращаемся обратно нашу игру и здесь у нас кстати есть подсказка то здесь нужно идти на цифру 8 так набираем например цифра 5 видите вот здесь вот варианта далее цифра 6 что цифры 6 быстро кликни на мотор мы справились цифра 7 найди лишнее то здесь в каждой категории в категории что-то лишнее например выбираю здесь если все верно то так если неверно выбираем то так далее цифра 8 например посмотрим установите соответствие сначала предлагаться участникам соотнести как они предлагают то есть его свои варианты а потом уже идет проверка нажимаем на пандочку кулачковой передачи вот здесь временно перекрестная передача будет использоваться в этом модели просто ременная передача будет использоваться в этой модели и действия по оси в этой модели и проверяете уже верно верный ответ дал участник или нет далее например нужным цифру 9 здесь вот такие же похожие жмем на 11 какая программа задают мотору вращения на строго определенное количество раз ну по моему мнению это цифра 4 нажимать цифра 4 нажимаю проверить молодец удаляем пример цифра 12 здесь тоже видите можно проверить и так далее здесь есть интересные варианты например назови блок потом кликни на картинку и суши название блока сравни со своим отручить мотор на определенное количество секунд цикл ход и так далее так давайте посмотрим что у нас 19 так дальше 20 а по 10 20 у нас колесо фортуны мы с вами нажимаем старт дали стоп выпала цифра 1 то есть участник отвечает и заполняет цифру 1 то есть изменение цифры на экране происходит только после срабатывания датчика расстояния где-то датчик расстояния нужно дать уже уст на ответ ну и так далее и здесь есть дополнительно у нас еще вот то что и показывала так сейчас посмотрим я выйду из режима показа и смотрим какие у нас здесь еще есть слайды вот этот слайд я еще вам не показала смотрите здесь можно передвигать и прочитать и найти все кирпичи и нужно их посчитать сколько раз два кирпичика там и не считаем это у нас не кирпичики три четыре пять не забываем и об основном почему-то кирпичики или почему-то не кирпичики вот код интересно знание далее вот еще пропустила показал вам хочу здесь нужно устно сначала чаще ученик отвечает а потом уже выбирать например цифра ответ 1 но здесь вот у нас ременной передачи и движение идет в одну сторону ну в ту или другую то есть неважно если мы это колесико в по часовой стрелке то и это колесико тоже будет двигаться по часовой стрелке при этом у них вот одинаково сло далее здесь уже будут навстречу друг другу движение делать а здесь нужно обратить внимание то что толстая стрелочка обозначает что скорость решения будет больше а тоненькая стрелочка скорость решения будет меньше аналогично так что здесь так что еще показать а здесь еще последнее что покажу здесь еще есть загадка то есть писать название сказки смотрим домик в домике три поросеночкой от родственников рядом серый волк сказка называется три поросенка три поросенка давайте проверим отлично не справились делом очистка надеюсь вам данная игра понравилась и вы попробуйте сыграть с вашими ребятами